Слово для доклада «60 лет СССР» представляется Генеральному Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза товарищу Андропову Юрию Владимировичу. Дорогие товарищи, уважаемые гости, 60 лет назад народы нашей страны, раскрепощенные победоносной Октябрьской революцией, добровольно объединились в Союз Советских Социалистических Республик. Заключая работу Первого Объединительного Съезда Советских Республик, который провозгласил образование Союза СССР, Михаил Иванович Калинин сказал, целые тысячелетия прошли с тех пор, как лучшие умы человечества бьются над теоретической проблемой в поисках форм, которые бы дали народам возможность без величайших мук, без взаимной борьбы жить в дружбе и в братстве. Только сейчас, в сегодняшний день, практически закладывается первый камень в этом направлении. Развитие капитализма не привело к ликвидации национального гнета. Национальный гнет был дополнен и обострен гнетом колониальным, Поревотив сотни миллионов людей, горстка капиталистических держав обрекла их на прозябание, перекрыла им дороги к прогрессу. Марксизм впервые вскрыл органическую связь национального вопроса «С социальной классовой структурой общества с господствующим типом собственности». Иными словами, корни национальных отношений уходят в социальную почву. Вот почему Маркс и Энгельс сделали фундаментальный вывод. Уничтожение социального гнета служит условием-предпосылкой уничтожения гнета национального. Победа пролетариата над буржуазией, говорил Маркс, является одновременно сигналом к освобождению всех угнетенных наций. Провозглашенный основоположниками марксизма, Бессмертный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» стал призывом к интернациональной борьбе трудящихся против всех форм порабощения и социального, и национального. В новых исторических условиях дело Маркса и Энгельса продолжил Ленин. Он возглавил революционные движения тогда, когда над Россией встали вспыхивать первые зорницы революции. В стране, которую справедливой называли тюрьмой народов, национальный вопрос, естественно, выдвинулся на одно из первых мест при разработке стратегии и тактики партии большевиков. В центре внимания Ленина находилось право наций на самоопределение как единственно надежное средство обеспечить их действительно прочное сближение. Только право на самоопределение могло быть идейно-политической основой добровольного сплочения всех наций в борьбе за свержение царизма, за создание нового общества. Так ставил вопрос Ленин. Таким был стержень национальной политики Ленинской партии. Октябрьская революция перевела политические лозунги требования плоскость повседневной организаторской работы. Сама жизнь, труднейшие экономические, социальные, внешнеполитические, оборонные задачи диктовали необходимость сплочения народов, объединения республик, которые возникли на обломках Российской империи. То, что кажется очевидным сегодня, далеко не было очевидным в то бурное переходное время. Поиск конкретных государственных форм, политических институтов, которые надо было облечь общие идеи и предпосылки национальной программы, проходил в острых спорах. Сталкивались самые различные мнения от программы рыхлого аморфного объединения республик в рамках конфедерации до требования просто включить их в состав Российской Федеративной Республики на началах автономии. Понадобился гений и авторитет Ленина, чтобы найти и отстоять единственно верный путь – путь социалистического федерализма. В чем суть указанного пути, пути указанного Лениным? Коротко можно было бы сказать так. Это полная добровольность Союза Свободных Народов как гарантия максимальной прочности Федерации Социалистических Республик. Это полное равноправие всех наций и народностей, последовательная линия на ликвидацию не только юридического, но и фактического их неравенства. Это свободное развитие каждой республики, каждой народности в рамках их братского союза. Это настойчивое воспитание интернационалистского сознания и неуклонный курс на их сближение, на сближение всех наций и народностей нашей страны. Как раз в год образования Советского Союза Владимир Ильич написал слова, которые ярко отразили ход его размышлений по национальному вопросу. Вот эти слова. Наш опыт решения в течение пяти лет национального вопроса в государстве, содержащем в себе такое обилие национальностей, которые едва ли можно найти в других странах, всецело убеждает нас в том, что единственно правильным отношением к интересам наций в подобных случаях будет максимальное их удовлетворение и создание условий, которые исключают всякую возможность конфликтов на этой почве. Наш опыт, продолжал Ленин, создал в нас непреклонные убеждения, что только громадная внимательность к интересам различных наций устраняет почву для конфликтов, устраняет взаимные недоверия, устраняет опасения каких-нибудь интриг, создает то доверие особенности рабочих и крестьян, говорящих на разных языках, без которого мы, без которого немирные отношения между народами, нисколько-нибудь успешные развития всего того, что есть ценного в современной цивилизации, абсолютно невозможно. Ленинские заветы, ленинские принципы национальной политики для нас священны. Опираясь на них последовательно, утверждая их на практике, мы создали могучие государства, союз советских социалистических республик, образование которого явилось не только крупным шагом в развитии социализма, но и одним из важнейших переломных моментов в ходе всемирной истории. Путь, пройденный Советским Союзом за 60 лет, это целая эпоха. История, пожалуй, не знает столь стремительного взлета от состояния отсталости и бедствий и разрухи в могуществу современной великой державы с высочайшим уровнем культуры и постоянно растущим благосостоянием народа. Каковы же наиболее значимые итоги нашего развития? Полностью подтверждена историческая правота учения Маркса Ленина о том, что решение национального вопроса может быть найдено только на классовой основе. Вместе с социальными антагонизмами ушли в прошлое национальные рознь все виды расового национального неравноправия и угнетения. Убедительно показано, что руководящей и направляющей силой в социалистическом решении национального вопроса гарантом правильности этого решения является Коммунистическая партия и ее научно обоснованная политика. Исчезли отсталые национальные окраины, в которых зачастую преобладали еще феодально-патриархальные и даже родовые отношения. На базе динамично, направляемого общегосударственным планом экономического роста всех республик образовался единый союзный народно-хозяйственный комплекс. Качественно изменилась социальная структура республик. В каждой из них вырос современный рабочий класс. По новому колхозному пути идет христианство. Создана своя интеллигенция. Воспитаны квалифицированные кадры во всех областях государственной и общественной жизни. На основе прогрессивных тенденций интенсивного обмена духовными ценностями расцвела социалистическая многонациональная культура. Сформировались социалистические нации, образующие ныне новую историческую общность Советский народ. Все теснее переплетаются интересы республик. Все плодотворнее становится взаимопомощь и взаимосвязь, направляющая в единое русло усилия нации и народностей Советского Союза. Всестороннее развитие каждой из социалистических наций в нашей стране закономерно ведет их все большему сближению. Каждая из союзных республик, Российская Федерация, Украина и Белоруссия, Узбекистан и Казахстан, Грузия и Азербайджан, Литва и Молдавия, Латвия и Киргизия, Таджикистан и Армения, Туркмения и Эстония, каждая, повторяю, из союзных республик, вносит незаменимый вклад в общий подъем экономики и культуры Советского Союза. И это, товарищи, не просто сложение, это многократное умножение наших творческих сил. В братской семье успешно раскрывают свои возможности все нации и народности, живущие в 20 автономных республиках и 18 автономных областях и округах. Полнокровными советскими гражданами являются миллионы немцев, поляков, корейцев, курдов, представителей других национальностей, для которых Советский Союз давно стал родиной. Народы нашей страны обращают слова особой признательности к русскому народу. Без его бескорыстной братской помощи были бы невозможны нынешние достижения ни одной из республик. Фактором исключительного значения в экономической, политической и культурной жизни страны, в сближении всех ее наций и народностей, в их приобщении к богатствам мировой цивилизации служит русский язык, естественно вошедший в жизнь миллионов людей любой национальности. Крупной вехой в упрочении национально-государственных устоев Советского общества явилась новая Конституция Советского Союза. В этом выдающемся документе не только подведены итоги предшествующего развития, но и обозначены прочные, устойчивые политико-правовые основы для дальнейшего расцвета и сближения всех наций и народностей нашей страны. Реальные качественные изменения, произошедшие за 60 лет в национальных отношениях, свидетельствуют о том, что национальный вопрос в том виде, в каком он был оставлен нам с эксплуататорским строем, успешно решен, решен окончательно и бесповоротно. АПЛОДИСМЕНТЫ Впервые в истории многонациональный состав страны превратился из источника ее слабости в источник ее силы и процветания. АПЛОДИСМЕНТЫ Выступая в этом зале ровно 10 лет назад, Леонид Ильич Брежнев очень хорошо сказал, в нашей стране сложились небывалые в истории отношения, которые мы по праву называем ленинской дружбой народов. Эта дружба, товарищи, наше бесценное достояние, одно из самых значительных и самых дорогих сердцу каждого человека в завоевании социализма. И эту дружбу мы, советские люди, будем всегда беречь, как зеницу ока. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня, в этот торжественный день, мы воздаем должное многим поколениям советских людей всех национальностей, мужчинам и женщинам, рабочим и крестьянам, интеллигенции, партийным советским работникам, воинам вооруженных сил, коммунистам и беспартийным, всем, кто построил социализм, отстоял его в тяжелейшей войне и превратил в реальность тысячелетнюю мечту о равенстве, дружбе и братстве народа. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, подводя итоги сделанному, мы, естественно, главное внимание уделяем тому, что еще надо сделать. Наша конечная цель очевидна. Это, говоря словами Ленина, не только сближение наций, но и слияние их. Партия хорошо понимает, что к этой цели ведет долгий путь. Здесь ни в коем случае нельзя забегать вперед, так же, как нельзя допускать и сдерживание уже назревших процессов. Успехи в решении национального вопроса отнюдь не означают, что исчезли все проблемы, которые порождают сам факт жизни и труда в рамках единого государства множества наций и народностей. Такое вряд ли возможно, пока существуют нации, пока есть национальные различия. А они будут существовать долго, много дольше, чем классовые различия. Вот почему совершенствование развитого социализма, а именно так мы можем определить главные содержания деятельности партии и народа на современном этапе должно включать продуманную, научно обоснованную национальную политику. Хотел бы остановиться на некоторых ее задачах. Уже говорилось о том, какие огромные выгоды и преимущества дало народам нашей страны, ее республикам, объединение в единый союз. Но возможности, открываемые таким объединением, еще далеко не исчерпаны. Возьмем экономику. Современные производительные силы требуют интеграции, даже когда речь идет о разных странах. Тем более они требуют тесного и умелого соединения усилий различных регионов и республик в одной и той же стране. Наиболее разумное использование природных и трудовых ресурсов, климатических особенностей каждой республики, наиболее рациональное включение этого потенциала в общесоюзный, вот что принесет наибольшую выгоду каждому региону, каждой нации и народности, равно, как и всему государству. Такова наша принципиальная установка. Для ее притворения в жизнь придется немало поработать нашим центральным и местным плановым хозяйственным органам. Потребуется и дальше совершенствовать размещение производительных сил, региональную специализацию и кооперацию, схемы хозяйственных связей и перевозок. Задача, конечно, это непростая, но она назрела, и решение ее сулит значительный выигрыш. Вся страна сейчас работает над выполнением продовольственной программы. В ней ясно определены конкретные задачи для всех союзных республик, и каждой из них предстоит основательно потрудиться, чтобы внести реальный вклад, причем уже в ближайшее время, в важнейшее дело бесспорного снабжения советских людей продовольствием. В принятой программе речь, как известно, идет о первоочередных, неотложных задачах, но если подумать о перспективе, то нельзя не увидеть, что дальнейшее развитие нашего агропромышленного комплекса, как, впрочем, и экономики страны в целом, потребует более глубокой, последовательной специализации сельского хозяйства в масштабах всей страны. И еще один вопрос. В государстве, столь обширном, как наше, совершенно особую роль играет транспорт. Роль и экономическую, и политическую, и, если хотите, психологическую. Без хорошо работающего транспорта очень трудно обеспечить и ускоренные развития всех республик и дальнейшие углубления их экономического сотрудничества. Но транспорт важен не только для решения сугубо хозяйственных дел. Развитие транспорта дорожной сети, приближая село к городу, будет в немалой степени способствовать, например, закреплению кадров на селе. Поможет это, конечно, и решению большой социальной задачи, рациональному и гибкому использованию трудовых ресурсов. Обеспечивая повседневные человеческие контакты в масштабах всего Советского Союза, живые связи между всеми республиками и районами страны, транспорт служит при общении людей к достижениям социалистической цивилизации в самом широком смысле этого слова. Объединение в Союз стало одним из дополнительных источников не только материального, но и духовного богатства всего советского народа. Нужно упорно искать новые, отвечающие сегодняшним требованиям, методы и формы работы, позволяющие сделать еще более плодотворным взаимное обогащение культур, открыть всем людям еще более широкий доступ ко всему лучшему, что дает культура каждого из наших народов. Все возрастающую роль в этом благородном деле должны играть радио, телевидение, как разумеется, и все другие средства массовой информации. Конечно, при этом надо помнить, что в духовном наследии, традициях, в быту каждой нации есть не только хорошее, но и плохое, отжившее. И отсюда еще одна задача не консервировать это плохое, а освобождаться от всего, что устарело, что идет вразрез с нормами советского общежития, социалистической нравственности, с нашими коммунистическими идеалами. Жизнь показывает, что экономический и культурный прогресс всех наций и народностей сопровождается неизбежно ростом их национального самосознания. Это закономерный и объективный процесс. Важно, однако, чтобы естественная гордость за достигнутые успехи не превращалась в национальную кичливость или зазнайство, не порождало тратинтенденции к обособленности, неуважительного отношения к другим нациям и народностям, а такого рода негативные явления еще встречаются. И было бы неправильно объяснять это только пережитками прошлого. Их питают порой наши собственные просчеты в работе. Здесь, товарищи, нет мелочей. Здесь важно все отношение к языку и к памятникам прошлого и травтовка исторических событий и то, как мы преобразуем наши города взаимодействием на условиях труда и жизни людей. В результате естественной миграции населения еще более многонациональной становится каждая республика, а в ней в той или иной мере каждая область, каждый город. А значит, проводниками, исполнителями национальной политики партии все более становятся партийные и советские органы, все наши кадры на местах, причем воплощать высокие идеалы этой политики в жизнь, им приходится каждодневно обеспечивая гармоничные братские отношения представителей всех и больших, и малых наций, и народностей, и в труде, и в быту. Партия всегда уделяла огромное внимание росту национальных отрядов советского рабочего класса, ведущей силы нашего общества, и результат налицо. Ныне рабочие составляют самую крупную социальную группу во всех союзных республиках, однако в некоторых из них в составе рабочего класса должна быть более представлена, полно представлена коренная национальность, отсюда и задача, поставленная 26-м съездом КПСС, расширять и улучшать подготовку квалифицированных рабочих из всех проживающих в республиках наций и народностей. Это нужно для развития экономики, это важно и политически, многонациональные, трудовые и прежде всего рабочие коллективы, это именно та среда, где лучше всего воспитывается интернациональный дух, укрепляется братство и дружба народов Советского Союза. Очень важным представляется также вопрос о представительстве трудящихся в партийных и государственных органах республик и Союза в целом. Речь идет, конечно, не о каких-то формальных нормах представительства, арифметический подход к решению таких проблем неуместен, но нужно последовательно добиваться, чтобы все национальности, которые есть в той или иной республике, были должным образом представлены в различных звеньях партийных советских органов, учет деловых и морально-политических качеств, внимание и заботливость, большой такт при подборе и расстановке кадров особенно необходимы в условиях многонационального состава союзных и автономных республик. Постоянные, не приходящие по своему значению задача воспитания советских людей в духе взаимного уважения и дружбы всех наций и народностей страны, любви к своей великой советской родине, интернационализма, солидарности с трудящимися других стран. Эту задачу призваны решать все партийные комсомольские организации, советы и профсоюзы. Наши вооруженные силы, которые всегда были хорошей школой интернационализма, это должно быть повседневной заботой всех учебных заведений страны. В области интернационального воспитания, в области интернационального воспитания, как и во всей идеологической работе, перед нами большие задачи. Убедительный конкретный показ наших достижений, серьезный анализ новых проблем, постоянно рождаемых жизнью, свежесть мысли, слово. Вот путь к совершенствованию всей нашей пропаганды, которая должна быть всегда правдивой, реалистичной, а также интересной, доходчивой, а значит и более истинной. Дальнейшее развитие дружбы и сотрудничества народов Советского Союза в значительной мере зависит от углубления социалистической демократии. Все более широкое участие трудящейся всех национальностей в управлении общественными и государственными делами так в сжатом виде можно охарактеризовать ведущую тенденцию нашей политической жизни. И партия будет делать все для того, чтобы она крепла и развивалась. Из всего сказанного товарищи вытекает, что в условиях зрелого социализма проблемы взаимоотношений между нациями не снимаются с повестки дня. Они требуют особой заботы, постоянного внимания коммунистической партии. Партия должна глубоко вникать в них, намечать пути их решения, творчески обогащая практикой развитого социализма ленинские принципы национальной политики. Мы смело говорим об имеющихся проблемах и о нерешенных задачах, потому что твердо знаем, что эти проблемы, эти задачи нам по плечу мы можем и должны их решить. Настрой на дела, а не на громкие слова. Вот что нужно сегодня для того, чтобы крепче был великий и могучий союз советских социалистических республик. Уверен, что все думают так собравшиеся в зале. так думает вся наша партия, так думает весь наш народ. Товарищи, в тот самый день 30 декабря 1922 года, когда в Москве были приняты декларации и договор об образовании Союза СССР, на конференции в Лозанне по поручению Ленина было заявлено, что руководствуясь интересами всеобщего мира советские республики считают своим настоятельным долгом всеми своими силами содействовать установлению режима политического равенства между расами, уважению права народов на самоопределение и на полную политическую и экономическую независимость всех государств. Так просто и понятно была и сложена суть принципиально новой внешней политики, которую последовательно начала проводить первая в мире страна победившего социализма. А по мере того, как появились новые социалистические страны, начал складываться и совершенствоваться новый тип международных отношений. В их основе идейное единство, общность целей, товарищеское сотрудничество при полном уважении к интересам, особенностям и традициям каждой из стран. В их основе принцип социалистического интернационализма. непротаренными путями шли страны социализма в развитии их отношений. Прошлый опыт человечества не мог подсказать ответы на вопросы, которые ставила жизнь. Понятно, что не все тут получилось сразу. Тем более, что страны, образовавшие новую систему социализма, начинали во многом с различных исходных позиций, как по уровню своего внутреннего развития, так и по внешним условиям, в которых они находились. Не всегда удавалось делать и своевременные выводы из изменений в самом социалистическом мире, да и международная обстановка не давала времени на размышления. Испытывать новые формы отношений приходилось, что называется, по ходу дела. Были иллюзии, которые пришлось изживать, были ошибки, за которые приходилось платить. Но оценивая сегодняшний день наших стран, мы можем с удовлетворением сказать, мы многому научились. Содружество социалистических государств это могучий, здоровый организм, который играет огромную благотворную роль в современном мире. Механизм братского сотрудничества охватывает самые разные сферы жизни наших стран, разные направления нашего взаимодействия в деле социалистического созидания. Совместными усилиями мы находим все более успешные пути сочетания общих интересов содружества с интересами каждой из входящих в него стран. Конечно, и теперь мы не можем сказать, что все трудности позади, что достигнут идеал. То, что подходило вчера, нуждается в улучшении сегодня. Перед странами нашего содружества множество серьезных задач. Это защита наших социалистических завоеваний и ценностей от натиска империализма. Это дальнейшее совершенствование политического сотрудничества и, наконец, придание нового импульса процессу экономической интеграции. Так что дел впереди много. И мне хотелось заверить, что Советский Союз со своей стороны сделает максимум возможного для укрепления и процветания мирового социализма. Товарищи, опыт социалистического решения национальной проблемы внимательно изучается в десятках стран, освободившихся от колониального гнета. Наши успехи в социалистическом строительстве, историческая победа над фашизмом, расцвет всех наций и народностей Советского Союза послужили могучим стимулом для освободительной борьбы народов. Активная и решительная борьба Советского Союза за ликвидацию колониализма, неизменная поддержка дела освобождения и равноправия народов облегчают им путь к свободе и прогрессу. Об этом хорошо знают народы Азии, Африки, Арабского Востока и Латинской Америки. Молодые, освободившиеся от колониального гнета страны, переживают сейчас непростой период национального становления и социального развития. Тянут назад унаследованная от колониального прошлого отсталость, междоусобные раздоры и конфликты, неокрепшим еще, кажется, еще странам грозят многочисленные ловушки, расставляемые колонизаторами. Однако мы уверены, что решительное сопротивление империализму, продуманные стратегии экономического и социально-политического развития, взаимное уважение интересов и прав друг друга позволят народам этих стран преодолеть то, что называют трудностями роста. Советские люди желают им больших успехов в укреплении независимости, в борьбе за благосостояние и прогрессию. Мы с уважением относимся к движению неприсоединения, миролюбивая политика, которого вносит полезный вклад в международную жизнь. Мы решительно и неизменно на стороне тех, кто ищи сегодня вынужден бороться за свободу и независимость, само существование своих народов, кто вынужден отражать натиск агрессора или подвергается угрозе агрессии. И это наша позиция неотделима от той борьбы за прочный мир на земле, которую последовательно и неустанно ведет Советский Союз. За шесть десятилетий радикально изменилось положение Советского государства, неизмеримо выросли его авторитеты и влияния. Плотная ткань мирного сотрудничества связывает Советский Союз со странами всех континентов. Его голос авторитетно звучит на международных форумах. Принципы мирного сосуществования основа внешней политики СССР получили широкое международное признание, включены в десятки международных документов, в том числе в заключительный акт общеевропейского совещания в Хельсинки предложения СССР легли в основу наиболее крупных решений ООН по вопросам упрочения мира и безопасности. Но каждый шаг на пути укрепления мира давался и дается нелегко, требуя напряженной борьбы против империалистических ястребов. Она особенно обострилась теперь, когда на Западе активизировались наиболее воинственные группировки, чья классовая ненависть к социализму берет верх над чувством реальности, а подчас и просто над здравым смыслом. Империалисты не расстаются с замыслами экономической войны против социалистических стран, вмешательства в их внутренние дела, в надежде расшатать их общественный строй, пытаются добиться военного превосходства над Советским Союзом, над всеми странами социалистического Содружества. Конечно, эти планы обречены на провал. Никому не дано повернуть вспять ход исторического развития. Попытки удушить социализм срывались даже в то время, когда Советское государство только становилось на ноги и было единственной социалистической страной в мире. И уж тем более из этого теперь ничего не выйдет. АПЛОДИСМЕНТЫ Но нельзя не видеть, товарищи, что нынешняя политика Вашингтона обострела международную обстановку до крайне опасных пределов. Небывалые рекордные для всех времен масштабы приняли военные приготовления Соединенных Штатов и возглавляемого ими блока НАТО. От официальных представителей Вашингтона слышны рассуждения насчет возможности ограниченной, затяжной и прочих разновидностей ядерной войны. Людям пытаются внушить, приучить их к мысли о ее приемлемости. Поистине надо быть слепым к реальностям нашей эпохи, чтобы не видеть, каким бы образом, где бы не вспыхнул ядерный смерч, он неизбежно выйдет из-под контроля и вызовет всеобщую катастрофу. Наша позиция по этому вопросу ясна. Ядерной войны допустить нельзя ни малой, ни большой, ни ограниченной, ни тотальной. Остановить поджигателей новой войны. Нет сейчас задачи важнее. Этого требуют жизненные интересы всех народов, поэтому, когда Советский Союз взял на себя одностороннем порядке обязательства не применять первым ядерное оружие, это было встречено с одобрением и надеждой во всем мире. Если нашему примеру последуют другие ядерные державы, это станет действительно весомым вкладом в дело предотвращения ядерной войны. Говорят, что Запад не может взять на себя такое обязательство, поскольку дело Варшавского договора имеется превосходство в обычных вооружениях. Ну, прежде всего, это не так, о чем свидетельствуют факты и цифры. Ну, а кроме того, мы, как известно, за ограничение таких вооружений, за поиски разумных взаимоприемлемых решений и по этим вопросам. Мы готовы договориться о том, чтобы стороны не применяли первыми не только ядерное, но и обычное оружие. Один из главных путей, ведущих к реальному уменьшению угрозы ядерной войны, это, конечно, достижение договоренности между Советским Союзом и Соединенными Штатами об ограничении и сокращении стратегических ядерных вооружений. К переговорам об этом мы подходим стоя со всей ответственностью, ищем честного соглашения, которое не нанесет ущерба ни одной сторон и вместе с тем приведет к сокращению их ядерных арсеналов. Пока что с американской стороны мы, к сожалению, видим иной подход. Призывая на словах к радикальным сокращениям, она на деле имеет в виду в основном сокращение советского стратегического потенциала. А себе США хотели бы оставить свободу рук в наращивании стратегических вооружений. абсурдно даже думать, что мы можем на такое согласиться. Все это... АПЛОДИСМЕНТЫ Все это, конечно, устраивало бы Пентагон, но никак не может быть приемлемо для Советского Союза, да и для всех тех, кто заинтересован в сохранении и упрощении мира. АПЛОДИСМЕНТЫ Сравните это с предложениями Советского Союза. Они исходят из сохранения паритета. Мы готовы сократить свои стратегические вооружения более чем на 25%. Соответственно, должны быть сокращены вооружения Соединенных Штатов, чтобы число носителей стратегического оружия у обоих государств было равным. Мы предлагаем также существенно уменьшить количество ядерных зарядов и максимально ограничить совершенствование ядерного оружия. Наше предложение охватывает все безизъятия виды стратегического оружия. Предусматривает сокращение его арсеналов на многие сотни единиц. Они перекрывают все возможные каналы дальнейшей гонки вооружений в этой области. И это лишь начало. Договоренность на указанной основе могла бы стать отправным пунктом для еще более крупного взаимного сокращения количества такого оружия, о котором стороны могли бы договориться с учетом общей стратегической ситуации в мире. А пока идут переговоры, мы предлагаем то, что подсказывает здравый смысл. Заморозить стратегические арсеналы обеих сторон. Правительство США этого не хочет. И всем сейчас понятно почему. Оно приступило к новому значительному наращиванию ядерных вооружений. Попытки Вашингтона оправдать эти наращивания явно несостоятельны. Утверждение насчет отставания от Советского Союза, которые американцы якобы должны наверстывать, это заведомая неправда и об этом уже не раз говорилось. И уж совсем смехотворны разговоры о том, будто новые системы оружия, такие, например, как ракеты МЭКС, призваны помочь успеху переговоров в разоружении. Программы дальнейшего наращивания вооружений не заставят Советский Союз пойти на односторонние уступки. На вызов американской стороны мы вынуждены будем отвечать развертыванием соответствующих своих систем оружия. На МЭКС, аналогичной своей ракетой, на американскую крылатую ракету дальнего действия, своей крылатой ракетой и дальнего действия, которое у нас уже испытывается. И это вовсе не угроза. Мы совершенно не хотим такого хода событий и делаем все, чтобы его избежать. Но надо, чтобы те, кто определяет политику Соединенных Штатов и широкая общественность, хорошо представляли себе реальные положения вещей. Так что, если в Вашингтоне действительно верят, что новые системы оружия будут для американцев козырем на переговорах, то пусть они знают, что эти козыри липовые. политика, основанная на стремлении достичь военного превосходства над Советским Союзом бесперспективно и способна только усилить угрозу войны. Теперь о том, что принято называть мерами доверия. Мы к ним относимся серьезно. При быстроте действий и мощности современного оружия атмосфера взаимных подозрений особенно опасна. Даже нелепая случайность, просчет, техническая неполадка могут иметь трагические последствия. Важно поэтому снять пальцы со спусковых крючков поставить оружие на надежный предохранитель. Кое-что в этом направлении делается, в частности в рамках хельсинских договоренностей. Советский Союз предлагает, как известно, более серьезные по характеру и более широкие по охвату миры. Наши предложения на этот счет находятся на столе советско-американских переговоров в Женеве по вопросам ограничения и сокращения ядерных вооружений. Но мы готовы рассмотреть и предложения в этой области высказаны другими, в том числе недавно президентом Соединенных Штатов. Но одни такие меры, о которых он говорил, атмосферу взаимных подозрений не рассеют. Доверие не восстановят. Необходимо нечто большее. Нормализация обстановки, отказ от проповеди вражды и ненависти, от пропаганды ядерной войны и, конечно же, главный путь к доверию, к предотвращению всякой войны, в том числе возникшей случайно, это прекращение гонки вооружений, возвращение к спокойным, корректным отношениям между государствами к разрядке. Мы считаем это важным для всех регионов планеты, но особенно для Европы, где любая вспышка может привести к всемирному взрыву. Сейчас над этим континентом нависла новая опасность, перспективы размещения в Западной Европе нескольких сотен американских ракет. Должен сказать прямо, это сделало бы мир более хрупким. Мы считаем, что угрозу, нависшую над европейскими народами, да и народами всего мира, предотвратить можно. Мир в Европе вполне можно спасти и укрепить, причем без учерба для чьей-либо безопасности. Именно для этого мы уже более года ведем в Женеве переговоры с Соединенными Штатами о том, как ограничить и сократить ядерное вооружение в Европе. Советский Союз готов пойти очень далеко. Как известно, мы предложили соглашение об отказе от всех видов ядерного оружия, рассчитанного на поражение целей в Европе, как средней дальности, так и тактического. Но эта инициатива натолкнулась на глухую стену молчания. Видимо, принять ее не хотят, а открыто отвергнуть боятся. Хочу вновь подтвердить, что наше это предложение остается в силе. Мы предложили и другой вариант, чтобы Советский Союз и страны НАТО сократили свои вооружения средней дальности более чем в три раза. На это США пока не идут. Со своей стороны они выдвинули предложение словно бы в насмешку, названное нулевым вариантом. Этот нулевой вариант предусматривает ликвидацию всех советских ракет средней дальности не только европейской, но и в азиатской части Советского Союза при сохранении и даже наращивании ракетного ядерного арсенала НАТО в Европе. Неужели кто-то всерьез думает, что Советский Союз может с этим согласиться? Похоже, что Вашингтон хотел бы сорвать соглашение, чтобы, ссылаясь на неудачу в переговорах, так или иначе, но разместить свои ракеты на европейской территории. Так это или нет, покажет будущее. Мы же и впредь будем добиваться соглашения на справедливой для обеих сторон основе. Мы готовы в частности пойти на то, чтобы Советский Союз сохранил в Европе столько ракет, сколько имеют Англия, Франция и ни одной больше. Это значит, что Советский Союз сократил бы сотни ракет, в том числе не один десяток наиболее современных ракет, именуемых на Западе СС-20. В том, что касается Советского Союза и США, по ракетам средней дальности это был бы действительно нулевой вариант. А если бы число английских и французских ракет в дальнейшем уменьшилось, то настолько же дополнительно сократилось бы и число советских ракет. Наряду с этим должна быть достигнута договоренность о сокращении до равных уровнях с обеих сторон числа самолетов носителей ядерного оружия средней дальности имеющихся в данном регионе как у Советского Союза так и у стран НАТО. Мы призываем наших партнеров пойти на эту ясную справедливую договоренность воспользоваться этой возможностью пока она еще есть. Но пусть никто не заблуждается. Мы никогда не допустим чтобы наша безопасность чтобы безопасность наших союзников оказались под угрозой. Следовало подумать о том какие тяжелые последствия неизбежно имело бы размещение в Европе нового американского оружия средней дальности для всех дальнейших усилий по ограничению ядерных вооружений вообще. Словом сейчас ответ за Соединенными Штатами. В заключении скажу так мы за широкое и плодотворное свободное от диктата и вмешательства в чужие дела сотрудничество всех народов планеты к их взаимной выгоды на благо всего человечества. Советский Союз Советский Союз будет делать все от него зависящее чтобы обеспечить нынешнему и грядущему поколениям спокойное мирное будущее. Это цель нашей политики и от нее мы не отступим. Товарищи, оглядываясь на путь пройденный за 60 лет Союзом Советских Социалистических Республик мы отчетливо видим что все наши достижения и победы неразрывно связаны с деятельностью Ленинской партии коммунистов. Именно партия была и остается той могучей творческой мобилизующей силой которая обеспечивает непрерывные движения вперед на всех направлениях общественного прогресса. по своей идеологии по своему составу и строению наша партия живое воплощение единства и сплоченности всех наций и народностей Советского Союза. Нацеливая свою политику на гармоничное сочетание национальных и интернациональных интересов партия создает такие социальные условия в которых расцветает получает всестороннее развитие каждой нации и это служит предпосылкой для расцвета всего Братского Союза Советских Социалистических Республик. Когда мы говорим народ и партии едины это констатация того непреложного факта что цели и задачи поставленные перед собой партии точно выражают чаяние потребности всех советских людей и многомиллионный наш народ своими делами притворяет в жизнь политику партии одно из самых очевидных доказательств этого те успехи с которыми все республики встречают нынешний юбилей позвольте товарищи выразить глубокую признательность и благодарность миллионам передовиков производства которые выполнили и перевыполнили социалистические обязательства взятые в честь 60-летия Союза Советских Социалистических Республик разрешите мне от имени Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР горячо поздравить всех советских людей с большим праздником днем рождения нашего Великого Союза Да здравствует дружба народов строящих коммунизм Да здравствует пролетарский социалистический интернационализм Да здравствует мир во всем мире Пусть процветает союз советских социалистических республик Спасибо.